Всем привет! Вы на канале Хобби-Хобби! Сегодня наше видео о любимец всей семьи китайской императорской собачки. По паспорту она Пекинес Таис Фьегор. Но мы ее знаем просто Тася. У нее хорошее родословное, которое содержит 4 поколения предков. Чемпионов в России, Дании, Ирландии и Финляндии. А на животике, как и положено, к нему с номером. Интересная история этой породы. В Европе она получила название Пекинес. В Китае же их звали Львиная собачка, собачка солнце, сладкий цветок лотоса. Легендами и тайнами окружена история появления этой породы. По одной из них, лев-царь зверей, влюбился в обезьяну. Льву пришлось принести в жертву свои силы и размеры, чтобы быть вместе с любимой. От обезьяны Пекинес унаследовал большие темные красивые глаза. А от льва отвагу, неустрашимость, царственное достоинство. Есть другие легенды, но это нам нравится больше. Родом Пекинес из Китая, где никто, за исключением императора, не имел права держать эту породу. Жили Пекинесы в императорском дворце в закрытом городе в Пекине. В 1860 году войско Англии захватили дворец, а император перед побегом приказал уничтожить всех собак. Приказ не был выполнен полностью, и пять Пекинесов были привезены в Англию. Оттуда и пошла победа на завоевание мира этой чудесной породой. Пекинес – красивая, спокойная, умная, игривая и маленькая собачка с большой отвагой и королевским достоинством. Но также Пекинесы – независимые и довольно надменные питомцы. Это отражается и в прогулках. Таиса идет неторопливо, спокойно. На рычание невоспитанных псов не реагирует. А могу я, Анастасия, любую погоду? Поэтому мы купили водонепроницаемый комбинезон, в которых шерсть Пекинеса защищена от грязи и брызг. Остается только помыть лапки после гуляния. Наша Тася любит купаться, и не только в ванне. Кстати, наша Тася любит котов. Когда мы ее взяли, у нас уже был сиамский кот – Сема. Они сдружились, и поэтому она относится хорошо ко всем котам. Нашей Тася 11 лет, но она игрива, как щенок. Больше всего любит контактные игры, но есть и любимые игрушки. Пекинесу очень преданный, и Таиса не исключение. В наше отсутствие притачит домашнюю тапочку и с ней спит, но никогда не позволит жалоб на одиночество в виде надоедливого лая. Кстати, когда Тася спит, она сильно храпит. Любит гостей. Вот тут может позволить себе звонкий, радостный лай. В идеале пекинесов не стригут. Но если собака не выставляется, а страдает от жары, ее вполне разрешается подстричь. Мы Таису отводим за лето два раза на стрижку. Лично мне нравится стрижка подо льва. Сколько радостных и приятных минут нам дарит общение с нашей питомицей. Таиса – отличный компаньон. Если вам понравилось наше видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Пока!